Активисты молодежки ОНФ помогают в ликвидации последствий ураганного ветра в Северной Осетии. Приводят в порядок наиболее пострадавшие территории. Кроме того, штаб будет оказывать и продовольственную помощь семьям, которые понесли ущерб во время стихийного бедствия. Марина Караева продолжит. Последствия ураганного ветра в республике до сих пор приходится разбирать. Это двор пятой школы Беслана. Представители молодежки ОНФ приводят в порядок территорию образовательного учреждения. Ураган коснулся и нашей школы. Но, к счастью, крыша цела. Никаких серьезных разрушений в школе нет. Единственное, что пострадали деревья. У нас упала ель, которая порядка 40 лет. И пострадали наши липы. Очень много упавших веток. И администрация района сразу собирали информацию по каждой школе, по каждому образовательному учреждению, что произошло, какие проблемы и чем надо помочь. И помощь пришла своевременно. Сегодня активисты ОНФ начали помогать в ликвидации последствий стихийного бедствия. Вместе с администрацией Беслана определили соцобъекты, где помощь необходима. Здесь прошел сильный ураганный ветер, повалило деревья, крыши снесло. Пытаемся чуть-чуть привести в порядок. Деревья достаточно крупные, займет немало времени убрать. Вот их подпиливаем и убираем сначала ветки, потом будем убирать стволы. А во время разбора завалов волонтеры обнаружили птицу. Ураган нанес ущерб не только зданиям и деревьям, но и животным. К примеру, этого совенка достали из-под обвалившегося дерева, где наверняка у него было гнездо. К счастью, птица не пострадала и сейчас чувствует себя хорошо. Директор школы рассказывает, даже не надеялись, что их проблему решат так быстро. Спасибо большое, потому что в районе очень серьезные разрушения есть. Пострадали школы. Шестая, восьмая остались без крыш. Третья школа, частичная крыша. Поэтому мы пострадали меньше. И, естественно, сейчас в первую очередь приводится в порядок эти школы. Потому что дожди обещают, и все это может еще протечь. Так что там серьезные ситуации. У нас только деревья, поэтому к нам бы приехали, наверное, завтра, послезавтра. То, что сегодня уже нам помогают. Разбирать завал активисты ОНФ будут продолжать и дальше. Кроме того, штаб будет оказывать и продовольственную помощь семьям, которые пострадали во время стихийного бедствия. Марина Караева, Лансуанов. Новости Осетии.